Всем привет ребят, с вами Сэр Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас видеоролик наконец-таки посвящен самой замечательной и интересной пушке, на которую вышли у нас обновления буквально неделю назад, о которой я до сих пор никак не мог записать видос, рассказать вам, да, высказать свою точку зрения, что вообще произошло у нас с Магнумом, да, именно об этой сегодня пушке у нас пойдет речь. Прямо сейчас мы сыграем пару боев на Магнуме, Магнум теперь не требует никакого устройства, дабы поворачивать башню, да, то есть теперь у нас устройство, которое называется усиленный лафет, это обычный старый Магнум, а без устройства это обычно поворачивающийся Магнум. Что у нас произошло, друзья, с пушкой? Если вкратце, то ее пофиксили, объективно, да, то есть подняли угол, теперь у тебя нет возможности стрелять с нулевым углом, у тебя угол, градус уже больше, я не знаю, сколько он там, наверное, около 10. Сплэш урон Магнума стал на 20% больше и пофиксили у нас скорость снаряда, то есть теперь у нас и минимальный залп, то есть сразу с отпуском пробела, и максимальный залп, то есть весь полностью залп, он летит медленнее. Соответственно, помимо того, что подняли градус и сделали пушку сложнее в управлении, в механике, да, в работе вообще полностью в игре, так еще и ко всему этому снаряд ваш летит медленнее. Поэтому, я считаю, что саму пушку занерфили, ну а как оно на самом деле? Сегодня посмотрим, попикаем одну катку в захвате флага, одну в контроле точек, сыграем на защитничке по дефолтику, ну и посмотрим, сумеем ли мы занять вообще первые места. И там уже будет видно, для меня сейчас Магнум это пушка, которая является довольно тяжелой в управлении, плюс ко всему, если бы она была бы просто тяжелой и при этом она бы нагибала, я бы был бы только рад, да, я бы наоборот бы учился бы и старался бы играть на ней лучше. Ну а так как по мне пушка сейчас не находится в балансе, ее наоборот взяли за нерфили еще, она и как бы и не была в последнее время в балансе, потому что сплошь урон на Магнуме стал маленький. И то, что его сейчас там на 20% подняли, это ничего как бы не улучшило, так еще и саму как бы механику пушки усложнили. То, по сути, я наверное, друзья, даже как-то, 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 как-то расстроен, наверное, расстроен больше, что касаемо данной пушки. Я еще только, друзья, знаете, что сделал? Взял, снял устройство на тяжелый хорнер, хорек, дабы было проще стрелять наверх-низе, потому что без... Хотя мы можем и на бустере остаться, зачем защитник? Потому что с замечательным устройством на утяжеление хорька в большинстве случаев на верх-низах у вас очень трудная стрельба, да, и довольно большое количество промахов встречается, лишних которых могло бы и не быть. И раскачивать корпус намного тяжелее, поэтому я всем магнумоводам советую, если уж вы играете на данной пушке и вы любите хорек утяжеленный, то хотя бы, когда вы играете на магнуме, снимайте данное устройство, потому что в большинстве случаев на нем намного тяжелее играть. И даже вот сейчас довольно простой магнум я выдавал, но из-за того, что теперь уже пушка поднята кверху, данный магнум не залетает по противнику, его выдать намного тяжелее, ну, за исключением, наверное, вот таких магнумов, которые вы можете выдать на расстояние, если бы я дал бы чуть-чуть его посильнее, то, возможно, бы попал. Катку, конечно, меня максимально печальную кинуло, поэтому сразу же пикаем в еще одном захвате флага, потому что там какая-то турбосливная еще меня запикивала в середину боя. Плюс ко всему этому, друзья, резистов от магнума много, много резистов от пушки, которая, по сути, не является имбовой. Это максимально печальная тема, как по мне, да, то есть если от пушки много резов, еще и ко всему прочему, она не нагибает, еще и происходят сейчас баги с этой пушкой, то, что вы выдаете урон, и у вас урон как бы показывает, что он прошел, но на самом деле вы не снимаете урон противнику. Это вообще полный провал, и поэтому здесь столько всяких моментов, почему мне уже сейчас полностью не нравится данная пушка. Ну, понятное дело, что если она вам нравится, и вы умеете на ней играть, то вы сможете зарабатывать первые места. Но, поверьте мне, по тому, ну, даже по ощущениям, да, то есть вы играете, вы не чувствуете себя максимально уверенно и комфортно на этой пушке. Но это я говорю именно за себя. То есть я играю на ней, не чувствую себя комфортно, поэтому я ее не использую на постоянной основе. Да, можно, я не спорю, можно взять, заработать там первое место и отыграть не лучше там условного какого-нибудь там твинса или еще чего-нибудь. Но просто поймите, что я, как игрок, который играет долго на, ну, вообще на всяких разных вооружениях, играю долго вообще в саму игру, я знаю, какой был магнум. Я знаю, что это было за пушка и что это было за имба. Не то, что вот в последний раз у нас занерфили, а что у нас было до этого, до этих всех нерфов, что у нас был за магнум. И то, что до предыдущего обновления, да, я говорил, что это уже такой себе магнум, с которым уже, ну, не так суперэффективно играть, потому что уже и сплошь урон небольшой. То сейчас это вообще совсем другая история. Вообще абсолютно совсем другая история. И с этим магнумом играть еще сложнее, еще сложнее зарабатывать опыт, еще сложнее играть. И в очередной раз, я повторюсь, эти люди, скорее всего, вообще не шарят и не играют в эту игру, исключительно смотрят на статистику использования пушки. Хотя я не знаю, я не вижу особо большое количество магнумов вообще, в принципе, в боях, чтобы вот-вот настолько его нерфили. Уж ту же жигу можно было бы давным-давно уже занерфить, да, который реально является имбовой, хотя на ней немного особо так играет. Ну, примерно столько же играет на жиге, сколько играет на магнуме, да. Только магнум нерфит, а жига в балансе, в таком, в котором она сейчас находится, находится уже довольно длительное время. И поэтому у меня постоянно возникают в голове вопросы, а для чего это делается. Я не знаю, я, честно, не знаю. Ну, ладно, давайте не об этом, давайте не об этом. Все-таки, если я сейчас буду балаболить, то я просто-напросто не возьму здесь первое место. А если у нас это уже игровой видеоролик, то я хотя бы постараюсь показать максимум, да, и попробовать занять первое место. Дабы уж сильно жестко не разочароваться в этой замечательной пушке. Хоть я и так как бы уже разочаровался, но хотя бы в данном видеоролике я хоть останусь немножко на позитивчике. Что там наши тиммейки? Не смогли доставить мяч или что? Я не понял, что произошло. Нафиг он у меня забрал овер? Он забрал у меня овердрайв и сам по итогу ничего не сделал. Ну ладно, 3-0 ведем. Первое место пока за собой сохраняю. Все более-менее нормально. Газуем в атаку. Газуем в атаку, друзья. Ноль урона, дефолт. Стабильно. Да, с бустером еще как бы можно поиспользовать магнум. Он еще более такой интересный. Но даже без бустера с защитником моментами вам просто не хватает урона. Если тут хоть у вас урон, хоть вылетает дополнительно с бустером в Х2, то без бустера и там вообще очень тяжело все. Поэтому может быть с бустером можно поиграть на магнуме. Но я уже сказал, что я просто сам по себе не являюсь ценителем в последнее время данной пушки. А с таким-то обновлением так вообще, да. То есть я вообще крабик, который особо и не умеет играть на этой замечательной пушке. Когда-то она мне очень сильно нравилась, но это время, к сожалению, к сожалению, прошло. Так, мы везем флаг. Наш тиммейт уже везет четвертый. У меня есть овердрайв, который я могу, в принципе, прожать. Попробовать еще пару-тройку килов дать. Тиммейты будут ставить флаг? Интересно. Я думаю, что должны поведеть. Оп. Даже так. Перелет, да? Ну, не обессудьте, конечно, друзья, если я там где-то промахиваюсь. Я все-таки особо с этим магнумом не катал с новым. Может быть, пару боев скатал чисто на стриме где-то, да. Но так особо я немножко не понимаю, какую мне надо отдачу дать под этим углом. Чтобы там в какую-то определенную позицию залетал мой магнум. Это немножко для меня непривычно. И поэтому бывают такие моменты, когда вылетают какие-то, ну, с обычных выстрелов, да. То есть, с каких-то обычных позиций, где, по сути, ты должен попадать. Где-то появляются какие-то, какие-то нестандартные промахи. И это, конечно, немножко печально, с одной стороны. Но, с другой стороны, я забираю первое место. С другой стороны, при всем раскладе то, что я сейчас говорю, что магнум фигня, им не имба, шляпа усатая и все такое. Я все равно забираю первое место. Но это уже, наверное, больше заслуга дрона. Заслуга моего замечательного корпуса. Все-таки это хорек. Да, и ни для кого не секрет. Использование данного замечательного корпуса плюс совокупность использования дрона дает вам возможность заработка дополнительного опыта. Поэтому, возможно, я на этом и выехал в той замечательной карте. Посмотрим, что у нас будет в ЦП. Отличная карта вообще для магнума, если честно. Дропает. И, возможно, попробуем сейчас реализовать его. За исключением того, что у меня прямо сейчас уже крит ошибка. Но я попытаюсь поиграть до конца. То есть, поиграю до конца. Не знаю, кританет меня. А, ну, уже как бы критануло. Я думал, доживу до овердрайва. Прожму овердрайв там. Все дела. Раздам еще большое количество урона по противнику. А теперь я просто возвращаюсь обратно в каточку. И коплю заново овердрайв. Когда-то у нас это было пофикшено. И все работало эффективно, бомбически. Что овердрайв оставался. Но потом пару обновлений вперед дали. И уже старое обновление вдруг испарилось. Ну, так бывает у нас в игре. Что поделать? Такие вот у нас профессионалы работают. Что я могу сказать еще? Больше, наверное, ничего. За исключением того, что я опять промазал. И опять промазал. Дважды промазал. И по 500 урона выдавал. Это ужас, конечно. С бустером по 500. Хоть я и по резисту давал. Да, вот видите. 4 резиста от магнума. А кто играет на магнум? Я, честно, я не вижу магнума. А, нет. У нас есть вроде магнум, да? Один магнум вроде есть. Но все равно как бы один магнум. Ай, мог бы сейчас бы такой выстрел дать. Если бы дал бы чуть-чуть. Давайте попробуем еще разочек. Оп. И. Ай, залетела. Хорошо. Ну, как бы со второй попытки я попал. Поэтому, если потренироваться, то я думаю, что залетать будет. Это все-таки больше, наверное, с непривычки. Давайте он туда вниз. Ай, не туда хотел. Хотел не туда. Но теперь уже можно и туда. Оп. Хорошо. Троечка красивая залетела. Так. А теперь на центрик. Оп. И на центрик. Ай, хорошо. Еще тысяченочка по резисту. Да. Оп. И еще одну. Ай, не туда. Чуть у меня пушка ушла. К сожалению. К моему большому сожалению. Так. 40 очков. Ну, это вообще прям позор какой-то. 40 очков. Это прям позор, друзья. Так. Давайте попробуем выдать Магнум. Оп. Полетит. Не полетит. А, в дом полетел. Ладно, понял. Давайте еще разочек. Оп. А, это уже в дом. Ну, ладно. Там 800, конечно, в дом. Ну, вы сами понимаете, да? Как бы 700 от дома. То есть, раньше такие выстрелы полторашки наносили, когда Магнум был в балансе жестком. Сейчас этот выстрел наносит не такое большое количество урона. Ага. А можно на Магнуме-то играть с адреналином? А я не знал, друзья. Вот видите, у нас тиммейт сидит с адреналином. И у него башня крутится. То есть, офигенно. Это я не знал, честно. Честно, я не знал. За исключением того, что у меня тиммейт сейчас помешал. Я мог выдать очень хороший выстрел, но мне помешал тиммейт. И я вместо того, чтобы выдать хороший выстрел, я просто выстрелил в мост. Я понял. Ну, ладно. Ну, то с овердрайвом хорошие выстрелы можно покидать. Мне эти очки-то надо. То это, да, что у меня там было. 20 очков, что вообще позорище какое-то. Так, есть еще один неплохой выстрел. Так, и против Магнум, да? Ну, я, честно говоря, думал, что даже Магнумов поменьше в боях играет. Как оказывается, даже немножко Магнумов все-таки есть. Вон у нас, получается, два было, да? Если не считать меня. Это два Магнума было, да? Один выстрел тоже неплохой сейчас залетел. Еще один. Хорошо. По полторашеку. Овердрайв мне раздал диктатор. Хорошо. Главное чуть пожить. А, я не пожил. У меня Хори Рик. Быстренько здесь слил. Хорошо. Три минуты до конца. Три минуты до конца. Мне надо забирать, наверное, точки. Ну, либо это будет делать мои тиммейты. А я буду пытаться сейчас забирать противников. Ну, в дальнейшем, конечно, все равно. При любом раскладе. О, ясно. Ну, Лерона. Понял. При любом раскладе мне надо будет забирать точки. Так, давайте этого в упоре дадим. Выстрел. Там гром с овердрайвом. Хорошо. Сливаем его. О, 11 на 5. Но мы, как всегда, друзья, играем, конечно, на победку. Поэтому надо стараться. Стараться по очкам, конечно, но печаль беда, если честно. Печаль беда. Пятерик выдал. Дашку дроповую забрал. И еще один выстрел с нулем урона остался. Я понял. Хорошо. Две минуты до конца. 14-3 мы ведем. Довольно неплохой результат. Если я вот сейчас попаду вот в этот Магдум. Ах, 1600. Надо было еще прожать овер. А, ну вот этим заметил. Ну, видите, тут моментами, конечно, такие выстрелы не заходят вообще никак. Из-за того, что я не знаю, когда отпускать пробел. Как он летит, это дело привычки. А у меня, к сожалению, привычки к этому Магнума нету. Боже, куда мне дало рельсу. Поэтому бывают такие вот провальчики. Провальчики. Так, сейчас был, конечно, овердрайв такой. На двоечку. Исполнен. Хорошо, что он остался хотя бы. Хочу вот туда попасть. Вроде я как бы уже понял примерно, сколько мне надо давать. Примерно так надо давать. Примерно туда и залетело, конечно. Но чуть-чуть отпустил бы. Было бы еще лучше. Оп, вот так хорошо. Замечательно. Так, сплэш урон хоть и сделали как бы чуть побольше. Это чувствуется. Безусловно, это чувствуется, что сплэш урон стал больше на арте. Но его до сих пор недостаточно. До сих пор. То есть, если вернут 100%, да? Ну, либо там, я не знаю сколько там, 90% сплэша, да? В радиусе от падения вашего магнума, то ситуация изменится намного лучше. И уже магнум станет даже с таким углом непривычным и неприятным. Он станет все-таки более играбельным и более актуальным на данный период времени вообще у нас в игре. То есть, сейчас, как по мне, все-таки магнум все равно не в балансе. Хоть и на нем даже в матчмейкинге играет такое количество игроков. Возможно, у вас есть какое-то свое мнение, которое вы можете написать тоже в комментариях. Я его услышу, прочитаю обязательно. Но я вот так вот как-то считаю. Мне будет тоже интересно послушать, почитать, что вы думаете по этому поводу. А я, к сожалению, похоже, похоже, джиджишнулся, да? Да, 16 секунд до конца. И, к сожалению, мы катку проигрываем. Вот так вот вели-вели, тянули-тянули, тянули-тянули. И в итоге не дотянули. Ну, хоть магнум попаду, нет, даже магнум не попаду. 3 секунды до конца, больше выстрелов я не успею выдать. И это все, это все, это проигранный бой. Это не первое место. Я не знаю, честно говоря, на чем играл у нас первый игрок, на какой пушке. Но, как-то так, как-то так, друзья. Пишите вообще, что вы думаете по этому поводу в комментариях, да? Пишите, как вам вообще магнум, играли ли вы на нем, что вы скажете по этому поводу. Согласны ли вы со мной, не согласны, почему, считаете ли, что магнум в балансе, возможно. Возможно, кому-то там настолько нравится, и вы скажете, что он вообще имбадико. Ну, вот такое мнение на данный период времени складывается у меня по поводу данной замечательной пушки. Я вам лишь могу сказать, друзья, чтобы вы поставили лайк, да, если вам понравился видос, поддержите видос лайком, подписочка на канал, мне будет очень признательно, потому что мы движемся к десяточке. Я очень, вот серьезно, очень хочу десятку, очень хочу десятку, поэтому если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Ну и, друзья, если у нас будет хорошая, замечательная мегибаторская активность, то новый игровой видос не заставит себя долго ждать. А у меня на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok